Что крайне вредно для здоровья, о чем большинство людей даже не подозревают. Роды и все последующее. Вредить здоровью женщины может усугубить существующие болячки или добавить новые. Возможно возникновение проблем с мочеполовой системой, например, недержание. Психическое здоровье тоже в зоне риска. Сон тоже. Именно поэтому к рождению нового человека нужно подходить максимально ответственно и с максимально крепким здоровьем. Особенно если у ребенка проблемы со здоровьем или он просто очень неспокоен. Он может как просто будить вас по ночам в дальнейшем, так и в целом не давать передышки и действовать на нервы. Да, даже если это желанный ребенок. К отцовству и особенно материнству нужно готовиться и хорошо подумать прежде чем делать. В странах СНГ идет сильное давление на людей, которые не хотят или не могут родить. Но шлите таких нафиг, не им потом тратить свои нервы, деньги и силы на младенца. Да и ребенок, если вы на самом деле его не хотели, очень быстро начнет это понимать и спасибо вам не скажет. Девушкам особенно важно понимать все эти риски, так как по итогу, если что-то пойдет не так, вы можете остаться с этим всем один на один. Тяжелая работа и переработки очень сильно вредят здоровью, обычно только физическому, но иногда и психическому. Но люди упорно это игнорируют, продолжая перерабатывать. Общество потребления склоняет человека больше работать, чтобы больше тратить, а потом еще больше. Тратя больше, люди не становятся счастливее, а только больше себя изматывают. В итоге многие полностью теряют здоровье, а потом, чтобы восстановить его, снова тратят огромные деньги, которые снова нужно как-то заработать. За работой у людей совсем не остается времени и сил на себя и своих близких, что делает человека еще более несчастным. На описанную проблему мало кто обращает внимание, и еще меньше людей находит решение проблемы. Вредно все. Фастфуд, лимонады, алкашка, шприцы, сиги, электронки, нервные срывы, сон рядом с телефоном, долгое просиживание на белом камне, долгое стояние, долгое лежание, сиденье. Но это зависит от количества полученного объекта вреда. В некоторых количествах что-то даже полезно. Нахождение в наушниках 24 на 7. Да еще врубание их на полную громкость, чтобы заглушить шум метро, города, людей и так далее. Ходить без шапки зимой и вообще одеваться не по погоде. Недавно узнала, что рак образуется из-за того, что клетки активно репродуцируют. И чем больше мы их заставляем обновляться, тем больше риск развития рака. То есть буквально каждая наша новая рана увеличивает шансы на рак. И вот я узнала это, осознала последствия, но все равно, как и раньше, продолжаю ежедневно давить прыщи до состояния мяса. Я ничего не могу с собой поделать, это как наркотик. Испытываю неземной кайф от процесса. Алкоголь и курение сигарет. А люди еще и ищут оправдания, чтобы выпить или покурить. Я прекрасно понимаю, что это для кого-то некий смысл жизни, увлечение или что-то на уровне хобби. Но поймите одно, если вы это делаете, ваш мозг не способен осознать то, что это просто привычка, которая вас губит. Соответственно, вы не очень умны. От алкоголя и от сигарет люди еще никогда не исцелялись. И не будут, потому что оно вредит человеку. Удачи. Холод и сквозняк. Застудило недавно тройничный нерв. Это жесть. Просто носите шарфики в ветреную погоду. Пилюли, которые назначают при лечении, вызывают спутанность сознания, а боли просто адские. Просто возьми с собой шарф. Отсутствие физической активности и сидячий образ жизни. Все прекрасно понимают, что он опасен для здоровья, но многие продолжают двигаться по минимуму. Несмотря на то, что вред алкоголя повсеместно признается, его очень сильно недооценивают. Алкоголь, если брать вред, наносимый самому употребляющему и окружающим вместе, опаснее героина. Конечно, вред для здоровья, наносимый героином, в особенности смерти, больше, чем те же смерти от употребления алкоголя. Но вред, наносимый окружающим, у алкашки заметно выше. Про марихуану, ЛСД и грибочки молчу. Они гораздо безопаснее алкоголя и табака по обоим показателям. Но при этом одно разрешено, а за другое сажают. Это не значит, что травы, ЛСД и грибы безопасны. Как и любые психоактивные вещества, они наносят вред здоровью. В особенности при чрезмерном употреблении. Состоять в абьюзивных отношениях с людьми, которые якобы вас любят и которых вы якобы любите. Любовь и уважение к родителям, которым плевать на тебя. Для которых ты не более чем раб. Которого они держат только для того, чтобы их репутация не испортилась. Да, они родные по крови. Да, они вырастили, дали крышу, еду и прочее. Но это не отменяет того факта, что они ужасные родители. То, что они ваши родители, не значит, что им нужно прощать все их выходки и любить их тупо потому, что они ваши родители. Это только навредит вам. Жить по понятиям альфа, бета, гамма и омега и считать, что все мужики должны быть альфачами. Организму нужен полноценный здоровый 12-часовой сон, а не 7-8. Рекомендуемое время бодрствования и работы с наступления темноты до рассвета. Трата нервов, курения, никотина, тяжелые наркотики, антидепрессанты и нейролептики, одобренные наркотики, нахождение в токсичном обществе, терпение без выплеска энергии, профессиональный спорт, бег, лучше быстрая ходьба и так далее. Да, все что угодно в неразумных масштабах. Плохая осанка, дальше сколиоз. Теперь я ношу корсет Шено. Жуткая вещь, очень неудобная. Строгие диеты, голодовки. Очень сильно истощается организм из-за некоторых стандартов красоты, люди буквально губят себя и свое здоровье. Каждый человек по-своему красив. Так что сидите на нормальной диете, на здоровой диете, так лучше. Занимайтесь спортом и любите себя. Не будьте мной. Первое. Стресс. Ругаться и кричать портит вашу психику. Второе. Долгое время за экраном без перерывов переутомляет вашу психику и истощает концентрацию внимания. Этот ресурс на сутки ограничен. И вы можете просыпаться без сил, потому что ваша нервная система переутомлена избытком информации. У меня так часто бывает. Третье. Трансжиры. Образуются при жарке на некоторых видах масла. Вот почему американцы все чаще покупают спреи вместо масла. Также в картошке фрейх полно и в любой еде, сделанной во фритюре. Четвертое. Недосып. Просто регулярно высыпаясь, можно болеть в 2-3 раза реже. Почему никто не написал про то, что выебываться это вредно для здоровья? Как физического, так и психологического. Алкоголь реально очень опасен. Похоже, многие люди не понимают, что опьянение легко может привести к тому, что вы банально неудачно приземлитесь на землю, если вас зашатает. Попадете под машину, сильно порежете себя, если пользовались чем-то острым. Будете изнасилованы чуть ли не своими товарищами или прохожими на улице, пока доползаете до дома. Также нередки случаи потери документов и кошельков. Спите. Серьезно, просто спите нормально. Я стала спать меньше 6-7 часов в день, и это привело меня к серьезным проблемам с сердцем, которые я сейчас усердно решаю. Увеличивая время сна, упражнений и нормальной еды. Ну и лекарства, думаю, какие стоит попить. И не недооценивайте бродячих животных. Даже если они не агрессивны, и вы их нигде, кроме, может, шеи или спины не трогали, у вас всегда есть риск подхватить что-то очень опасное и смертельное. Бешенство уловить гораздо проще, чем некоторым кажется. Если что-то у вас дома незначительно бьется током, сразу принимайте меры. Утечка тока не повод для смеха и шуток. Изменено. При определенных условиях даже небольшая утечка может убить. Влияние тока зависит напрямую от сопротивления организма. Если совпадут факторы, человек в сильном стрессе, мокрый, вспотевший, плохо выспался, есть проблемы с сердцем и так далее, а также встал где надо и взялся за что надо, создав разницу потенциалов, даже такой разряд может убить. Раз есть утечка, значит нет заземления. Если есть утечка, рядом должно быть что-то резиновое, коврик, шлепки. Зубная боль. Помню, был у меня пульпит, и зуб мог болеть по 7 часов. А таблетки не брали. Я так полгода терпел из-за лени сходить к врачу. В один прекрасный день меня пробила адская боль, которая длилась секунд 10. За это время я захотел умереть, и я бы умер, если бы эта боль была продолжительной. Ее нереально терпеть. Это примерно как сверлить зуб коренной без обезбола. Лучше потерпеть адскую боль без обезбола у стоматолога пару минут, чем запустить так сильно и выпрыгнуть в окно. Гранат. Есть люди, у которых даже четверть граната может вызвать как минимум очень сильную рвоту и температуру. Несколько лет назад я сестру ела гранат. Съела от силы половину. Ночью мне стало очень плохо, и до 3 часов утра я просидела в туалете с температурой 38. Блю я этим самым гранатом. Все из-за того, что сам гранат содержит много витаминов, но с ним следует быть аккуратным и постараться не получить передоз. К примеру, как я, гемоглобина. А вообще, лучше посоветоваться с врачом, чтобы не испытывать моих мук. Уксус. Когда моя мама и соседка захотели замариновать огурцы, соседка как-то вылила на себя банку уксуса. Ожоги были по всему телу, кажется, второй степени. Я помню, как она лежала у нас на диване и стонала от боли. Скорую вызвали. Мама говорит, что у нее до сих пор ожоги есть. Если вы выпьете бутылку уксуса, то вы умрете от того, что вашу кожу будет разъедать. Один из худших способов покончить с собой. Общественные бассейны. Одна маленькая девочка, которая была в бассейне со своим отцом, захлебнулась из-за большого количества детей. Она просто не выплыла из-под воды. Суть в том, что это не заметили. Ее тело плавало возле ее друзей, а они этого не знали. Это произошло в крупнейшем торговом центре в известном аквапарке. После этого в школьных лагерях ввели запрет на посещение бассейнов. Еще купаться на большой глубине, если вы не умеете плавать. Моя сестра чуть не утонула, когда ей было 4-5 лет. Она барахталась в воде, но, к счастью, наш дядя вытащил ее. Будьте аккуратнее в воде. А на этом все. Если видео вам понравилось и было полезным, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из 4 слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok